Так задолбались на своей работе, вы так много делаете, вы так много ответственности на себе несете. Целый день занимались любовью. Или спокойно смотрели мой вебинар, такое большое количество контента, проводить живые вебинары, учить английский, итальянский, путешествовать, быть замужем и играть в пляжный волейбол. Я и моя прокрастинация. Да, друзья мои, я тоже страдаю прокрастинацией. Вы знаете, что вместо того, чтобы за 4 часа отснять все эти ролики, которые мне нужно было отснять сегодня, я их снимала часов 6 или даже 7. А все знаете почему? Потому что сама не исследовала правилам, как бороться с прокрастинацией. А иногда так думаешь, а надо ли? Вот ну нафига? Вот вы понимаете, я считаю, что я прокрастинирую, а ведь большинство из вас тупо скажет Федорова, да ты работаешь как конь, просто как лошадь, столько работать нельзя. Нормальные люди столько не работают. Когда вы находите время с маленьким ребенком снимать такое большое количество контента, проводить живые вебинары, учить английский, итальянский, путешествовать, быть замужем и играть в пляжный волейбол? Сама удивляюсь, честно говоря. И помните, не всегда та прокрастинация, которая прокрастинация. Люди, которые прокрастинируют, они даже этот ролик не смотрят. Им лень, понимаете? Им лень досмотреть этот ролик до конца. Поэтому, друзья мои, я уверена, что среди вас прокрастинаторов 0,00. Скорее всего, вы так задолбались на своей работе, вы так много делаете, вы так много ответственности на себе несете, что просто-напросто замучили сами себя, мне кажется, бесконечно гнобить. Я прокрастинатор, я ничего не делаю, я неправильный человек. Что значит неправильный? План роликов я, например, отсняла сегодня. Ну да, потупила, ну да, ножкой поболтала, ну да, немножко сопротивлялась. Но я не сопротивлялась, я копила энергию, копила мысли, копила ощущения для того, чтобы этот ролик снять. А что, плохо что ли? Поэтому, друзья мои, давайте будем отличать настоящую прокрастинацию от мнимой прокрастинации. Мнимая прокрастинация – это когда вы очень много делаете, и вам все еще мало. Да вы проанализируете свое время. А когда вам отдыхать? Вы вообще когда последний раз отдыхали? Когда последний раз тупо лежали в ванной? Когда последний раз целый день занимались любовью? Или спокойно смотрели мой вебинар с ручкой, с тетрадкой, а не пытаясь параллельно сварить борщ и накормить 10 детей? Ну вот честно. Давайте пообщаемся с вами в комментариях. Как вы думаете, как отличить мнимую прокрастинацию от лживой? И надо ли с нею на самом деле именно вам бороться? И я пойду, пожалуй, отдохну. Меня ждет чудесный театр, прекрасные чтения растазов, которые я обожаю. Пойду посмеюсь, повеселюсь и отпраздную это дело в ресторане. Вот такой короткий ролик у меня получился. Я, как заядлый прокрастинатор, пойду дальше отдыхать, а не записывать ролики. Чего и вам желаю. Нефиг залипать очень долго во всем этом деле. А кому нужны деньги, помните, не работой единой женщина должна существовать. Сходите, попросите денег у мужчины. Не знаете, как? Скачайте бесплатно ролик, как просить денег у мужчин, так, чтобы он вам не мог отказать. Любой мужчина, папа, сын, муж, брат, у всех можно попросить денег, и никто вам не откажет, если вы будете следовать моей методике. И, получив деньги, отдыхайте на полную катушку. Радости, любви, вам счастья от Федоровой Екатерины. Жмите на колокольчик и не пропускайте ни одного моего ролика.